Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан Я рассказываю всю эту предысторию, чтобы вы поняли, что в Вене желания почти никогда не совпадали в последние годы с реализацией. Мало того, именно по этому признаку новая постановка Дон Жуана вписывается в картину венской оперной жизни. Ну вот опять неудачный Дон Жуан, скажут мои венские друзья. С появлением в театре нового интенданта Богдана Рощица венская опера объявила о постановке трех опер цикла Моцарта до Понта в ближайшие три сезона. Оперы эти все разные. Зачем городить обязательный огород с одним режиссером непонятно, но так, видимо, легче. Подписали контракт на три оперы сразу на три года и успокоились. Причем не обы с кем, а с Барри Коски. Главный режиссер комиш и опер в Берлине – яркий пример того, как шоу-бизнес захватывает оперную сцену. Коски стал любимцем интендантов, ведь каждая его постановка вызывает шквал обсуждений, при том, что у него за последние годы сформировалась довольно мощная фанатская группа, которая живет под девизом «Коски – это всегда весело». Австралийский режиссер стремительно перемещается по Европе и ставит спектакли каждые два-три месяца. Его плодовитости можно только позавидовать. Он всегда готов болтать часами на конференциях, давать интервью на двух языках. С ним работают сразу несколько сценографов, поэтому технология выпуска спектаклей никогда не нарушается. Кроме того, Коски затыкает рот тем, кто любит поболтать на тему режиссера и ничего не понимает в музыке. Он не только знает ноты, но и сам играет на рояле, аккомпанирует певцам. В общем, интендантская мечта. Для публики же Коски «Русская рулетка» я часто рассказываю о постановках этого режиссера, ведь они сегодня формируют ландшафт оперной Европы. И у меня такое чувство, что удачных спектаклей у него через один, как на шкуре зебре. Только за минувший год это были «Удачный кавалер Розы» Штрауса в Мюнхене, потом «Сомнительный золотой петушок» римского Корсака в Леоне. Вполне симпатичный фальсов Вердин фестивали в Экси и вот Дон Жуан, который точно не хочется смотреть и слушать снова, тем более живьем. Если копнуть глубже, то я рассказывал о крайне неудачной постановке князя Игоря Бородина в Париже, сомнительном Борисе Годунове Мусоргского в Цюрихе, ну или о прекрасных Мейтерзингерах в Байройте. В его родном театре комиши опер в Берлине тоже можно нарваться как на удачные спектакли Коски, так и на ерунду. Похоже, что новый интендант венской оперы решил превратить свой театр в филиал Берлинского театра Коски. В сентябре прошла премьера сивильского цирюльника «Рассини» в постановке актера-режиссера Херберта Фрича, чей Дон Жуан сегодня одна из важных постановок Берлинского театра. Дерзкая и жесткая она уничтожает все стереотипы и предлагает мощный театральный ход. В венском же цирюльнике у Фрича – манная каша, а не концепция. Доверять певцам и их театральной природе, безусловно, надо. Но любым артистам, даже самым великим, даже самым известным, даже самым опытным надо ставить правильные задачи. Вот этого не сделали ни Фрич, ни Коски во второй премьере сезона. В прошлом сезоне венская опера сделала ставку на возобновление уже проверенных спектаклей, вроде «Мадам Баттерфляй Пучини» от покойного Энтони Менгелы, Евгения Онегина Чернякова, «Похищение из Сирали» от Ханса Нойенфельза. При этом лучшими и запоминающимися спектаклями прошлого сезона стали оригинальные постановки «Предательского моря» Хенца и «Парсифоля Вагнера», который поставил Кирилл Серебренников. Завершал прошлый сезон перенос «Макбета Верди» в постановке как раз «Барри Коски» из Цюриха, спектакля которому досталось уже немало лесных слов от европейских критиков. А Вена известна своим консерватизмом в последние годы еще и тем, что «Штатс Опер» превратилась в театр для китайских туристов. Сегодня туристов нет или их мало, а вот венские консерваторы уж не забудут оттоптаться на Коски после Донжуана. Если вы думаете, какая ерунда, да ему наплевать, я вот честно сам видел, как трясся Петр Конвичный в день премьеры своего «Дон Карлоса». Так что для режиссеров венская публика – это, конечно, настоящая страшилка. Хотя все и везде потихоньку умирает, вот уже и легендарные ладжианисты Ласкало вымерли, кажется. Попадая в эти стены, и Фрич, и Коски внезапно из неспровергателей и визионеров превращаются в режиссеров, которые начинают сдерживать себя в надежде найти контакт с публикой, ну и этой намоленной сценой. Эффект тоже знакомый. Я не раз его видел в Большом театре, где даже очень маститые режиссеры пасовали перед исторической сценой. И тогда в ход идут пространные разговоры, про кастинг, про свободу актеров, которые есть главные ценности и так далее. На деле же получается вот что. Фейсбучные театроведы морщат лобики и весь спектакль пытаются дешифровать послания режиссеров. Что это – мир после ядерного взрыва? Что за черные сталагмиты и растения-мутанты точно на балу флористов в Хофбурге? В финале каждый придумает свое оправдание. Этой постановке вы в ближайшее время прочтете немало статей о новой победе Коски. Ну, плохих же режиссеров не позовут в Венскую оперу. На самом деле, примерно после презентации всех персонажей в опере к сцене Церлина и Мазетта, нормальный человек начинает понимать – здесь что-то не так. Кажется, режиссер не смог придумать вообще ничего, что сделало бы его спектакль как минимум отличающимся от других. Да, тут есть много деталей, взаимодействие актеров на сцене, но почему-то мне кажется, что главное для Коски – это вот эти обнаженные торсы Дон Жуана и Лепарелла, которые выглядят как обложки журнала «Мэнс Хеллз». Ну, то есть Кайлс Кэтельсон свои 50 действительно выглядит прекрасно. Но я помню, каким феноменальным Лепарелла он был в постановке Чернякова в «Эксе». Как в этом году он творил чудеса в «Вольном стрелке» в Мюнхене. А в главной партии венского Дон Жуана вдруг начинаешь считать вокальные недочеты. Да, Кэтельсон – артист от природы, он свободно существует на сцене. До тех пор, пока не надо решать непростые задачи, например, изображать что-то типа дуэли со статой Командора. И тут любой артист выглядит беспомощным без режиссера. А режиссер так и не решил главный вопрос оперы – что за силы, которые утаскивают Дон Жуана за кулисы? Потому что обмазанного красной краской Командора маловато для концепции. Да и потом Дон Жуан жив и невредим вылезает обратно. Так что это было вообще, товарищ режиссер? Мне нравится идея не с двойником Лепарелло, так обычно бывает, а с его вот такой негативной копией. Блондин Филипп Слай тоже не обделен актерским дарованием. Правда, свои 30 с небольшим уже просто еле поет. А он ведь еще недавно был и самим Дон Жуаном. Коски в своем интервью пытается объяснить нам садистские наклонности главного героя по отношению к своему слуге как результат отношений отца и сына. Но похоже это на самом деле на очередную сексуальную девиацию. Во всяком случае, смерть Командора в первом акте и нечто напоминающее низвержение в ад выглядит скорее как тройничок в гей-клубе. Без Лепарелло не обходится. Но главное не это, а то, что убери этот антрацитовый пластик, переодень всех костюмы из постановки Дзефирелли 1972 года и ничего ровным счетом не изменится. Артисты сливаются со сценографией только раз. Сцена на кладбище решена как сцена в каком-то залитом водой гроте. Вместо статуи почерневший то ли камень, то ли череп, который вертит в руках Лепарелло. Привет Гамлету и проблеме отцов и детей. Возможно, кому-то даже покажется это смешным. И Лепарелло, перед тем, как начать зазывать командора на ужин, ныряет и успевает даже выплюнуть воду, которую набрал в рот. И кому-то кажется, что вот это и есть нечто новое, а значит интересное. Но, увы, даже этот трюк уже много лет назад был отработан в знаменитом кольце фуры Держбауш, где дочери Рейна просто плавали и ныряли. Но Коски не может отказать себе в удовольствие и посмотреть на мокрого и красивого Слая. Кажется, поэтому ему, бедняге, приходится нырять. Вообще, количество оперных клише в этой постановке невозможно сосчитать. Это, наверное, уже тысячная постановка, в которой Церлина поет арию, сидя на лежащем мазете, а Донна Анна обхватывает убегающего Жуана бедрами, обнимая за шею. Перед спектаклем много говорилось о каком-то невероятном кастинге. Все молодые, красивые, ну, кроме Дон Жуана и Командора, конечно. Вот так важно, чтобы публика поняла, сексуального опыта у Донны Анны не было. На деле все оказывается куда как скромнее. Артисты с хорошими данными пасуют вместе с режиссером перед сценой, партией и музыкальным материалом. Скажем, та же Кейт Линдси совсем плохо смотрится в партии Донны Эльвиры. Хотя, надо сказать, что петь с этим оркестром тоже очень непросто, ведь здесь довольно завышенный строй. Вот и новый главный дирижер театра Филипп Йордан пасует перед Моцартом. Он не может завести музыкантов, которые на следующий день сидят в оркестре Венской филармонии, поэтому все снобы, как на подбор, всем подавай новые концепции. А если их нет, они начинают играть на автопилоте. Разочаровывающая работа дирижера, к тому же наполненная слишком большим количеством расхождений с певцами. Но, как и не всегда собранные ансамбли, спишем все на пандемию. Ну, как обычно. И выступать перед пустым залом тоже непросто. В общем, кто захочет найти оправдание, найдет, я уверен. Я же просто констатирую, что музыкальная порнография, не мое выражение, а немецких журналистов в Курензисо, в Зальцбурге, предстала в Вене в своей полной противоположности и тоже проиграла. Новый спектакль Барикоски в Вене оставляет в конце ощущение обмана. Сколько мы все ждали этой премьеры, столько было разговоров о том, что реклама спектакля, вот эти красные плавки, которые сушатся на палке. Ну, и любители клубнички от Коски. И те, кому было важно увидеть интересное прочтение оперы-опер, остались с носом. А театр до конца сезона предлагает еще три постановки, которые могут исправить, возможно, положение. Вот Секберга в постановке Саймона Стоуна, Тристана и Изольду Вагнера в версии Калиста Бьета и Орфея Монтеверди, где опять блеснет Линси. Мы пока будем надеяться на трансляции, и тогда их обсудим. А завтра итальянское телевидение и Медичи ТВ будут транслировать открытие сезона Ла Скала, новую постановку Вердевского Макбета. Об этом я вам расскажу послезавтра. Медичи ТВ В минувшую субботу прошла презентация моей новой книги «Хроники оперы лихие 90-е» в рамках 23-й книжной ярмарки «Нонфикшн». Это было очень важно для меня, ведь эта ярмарка – крупнейший форум издательств, специализирующихся на художественной, научной и научно-популярной литературе. В этот раз в гостином дворе было представлено более 300 издательств. И в рамках этой ярмарки проводится множество встреч с писателями, автограф-сессий и других мероприятий, которые знакомят посетителей с книжными новинками. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел на презентацию моей книги. Это ведь сегодня совсем непросто, без QR-кодов не пускали. Спасибо за ваш интерес, за вопросы. Как обычно, мы почти вдвое превысили лимит времени, ведь многих волнуют вопросы, которые я поднимаю в своей новой книге. В том числе и вопрос, почему именно так выглядит наша музыкальная жизнь сегодня. А 22 декабря в 6 часов я проведу презентацию этой книги в Пушкинской библиотеке Перми. Позже будет опубликована ссылка на регистрацию. Если все будет нормально, то 13 января презентация пройдет в Доме книги на Невском в Петербурге. А 14 января по многочисленным заявкам я прочту свою любимую лекцию «Конец эпохи Примадонны» в Лермонтовской библиотеке в Петербурге. Все ссылки появятся чуть позже. Пока просто предупреждаю тех, кто просил меня и в Северной столице провести именно эту лекцию. Книгу можно купить и заказать в магазине «Москва» в Петербурге. Ее можно найти в Доме книги, подписных изданиях и магазине «Во весь голос». Если кто-то хочет получить книгу через постамат с моим автографом, пишите мне на почту, которая указана под этим видео. Каждому купившему книгу новогодняя открытка с персональным поздравлением. Под этим видео вы найдете все возможные каналы приобретения моих книг. Каждый может воспользоваться теми, что удобно именно ему. Сегодня подводим итоги розыгрыша двух билетов на 9 декабря на концерт «Зарядье» в честь 30-летия Академии Хорового Пения имени Попова. Билеты достаются Наталье Шмаргун. Напишите мне на почту, указанную под этим видео. А мы продолжаем розыгрыш отличных билетов на декабрьские концерты в зал «Зарядье». 17 декабря вокальный цикл «Зимний путь Шуберта», который исполнит Иоанн Бострич и Джулиус Дрейк. А 20 декабря концерт Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова. Там замена солистки, учтите. Теперь это Полина Шамаева. Пишите о своем желании принять участие в розыгрыше под этим видео. Не забудьте, что без QR-кодов вас на концерты не пустят. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Все ролики дублируются в Яндекс.Дзене. В заключение, как обычно, настаиваю на торжестве высказывания великого философа Джона Стюарта Милля. Лучше быть недовольным человеком, чем счастливой свиньей. Лучше быть неудовлетворенным Сократом, чем довольным всем глупцом. И если свинья и дурак с этим не согласны, то только потому, что ничего другого они не знают. До новых встреч на канале Сумерки Богов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok